Сегодня у нас с вами третий урок или третья лекция, в которой, иншалла, мы с вами разберём продолжение книги «Украшение требующего знания». У нас была временная такая пауза, но, иншалла, продолжим и будем без дальнейших пауз продолжать эти уроки. В прошлый раз мы остановились на теме предпочтения знания поклонения. Иншалла, с неё мы начнём. Обычно, когда мы обсуждаем какие-то темы религиозные, большая роль уделяется именно поклонению, потому что поклонение — это неотъемлемая часть жизни мусульманина. И при этом часто роль знаний преуменьшается. То есть говорят о том, что нужно медлиться, поститься. При этом не учитывать, что, конечно, есть определённые фарды обязательные, которые являются поклонением, но не учитывая то, что есть много… не учитывают важность знаний, да, и, в частности, вот предпочтение знания поклонению. Про это мы сегодня с вами будем говорить. Посланник Аллаха сказал, что достоинство знания выше, чем достоинство поклонения, а в основе религии лежит благочестие. То есть вот такой хадис короткий, но при этом содержательный, в котором мы видим, говорится о том, что достоинство знаний выше. Часто говорят о том, что вот я там не могу учиться, или какие-то причины находят. При этом забывают сопоставить вот то достоинство знаний, да, сопоставить ту награду, которая, иншалла, будет за получение этих знаний, за распространение этих знаний, да, и, ну, пренеберегает, если так прямо говорить, пренеберегает этим, да. То есть вроде бы, ну, знание и что, да. То есть как-то очень пренебрежительно относятся. Ну, я надеюсь, все, да, кто уже сейчас пришёл и слушает эту лекцию и так или иначе уже осознаёт, да, вот важность знаний. Потому что, ну, скорее всего, те, кто, ну, не видит даже чуть-чуть какое-то достоинство знаний, да, они, в принципе, не ищут этих знаний. Или иногда могут говорить об этом, да, ну да, хорошо знание, но при этом ничего не делать, то есть их разговоры могут не подтверждаться действием, а действие, оно, как бы, уже говорит о искренности разговора. Передаёт, что Мутариф ибн Абдулла ибн Шехир сказал, «Я больше желаю у дела знаний, чем у дела поклонения. Я больше желаю пользоваться благополучием и благодарить, чем подвергаться испытаниям и терпеть. Посмотрел я на благо, в котором нет зла, и не увидел ничего подобного благополучию и благодарности». То есть здесь вот несколько моментов в этом изречении, да, интересных. Во-первых, что желание у дела знаний больше, чем у дела поклонения, да, то есть как бы плюс ещё вот благодарность, да, то есть благодарить за, ну, за любую, казалось бы, мелочь, ну, эта мелочь, она не всегда на самом деле мелочь, да, то есть то, что для кого-то кажется обыденным. Например, сейчас, если вот мы возьмём по содержанию, да, вот прям каждый из нас сидит, имеет возможность выходить в интернет, то есть у кого-то телефон, у кого-то компьютер, ну, какой-то минимальная возможность слушать, да, то есть кто-то может слушать, иногда это там с какими-то помехами детскими, или кто-то там может ещё мешать параллельно, но тем не менее, если мы даже посмотрим вот такую просто, да, вот, ну, обычную ситуацию, казалось бы, ничего из них нельзя, там, за что тут благодарить, да, на самом деле вот можно в каждом предложении найти множество-множество таких пунктов, за которые можно поблагодарить, то есть за то, что у нас есть возможность, да, там, вот иметь доступ к знаниям, у нас есть глаза, чтобы читать ту информацию, которую вы видите сейчас, или другую какую-то, да, там, у вас есть уши, которыми вы слушаете, да, вы слышите, ну, то есть полезную информацию можно, да, услышать, ну, и много-много-много, да, то есть за что можно благодарить и нужно благодарить, и когда благодарим, да, то есть, аль-хамдул-лях, вот это приумножается, да, приумножается то, что, ну, иногда даже просто, когда мы задумываемся о благодарности, мы просто как бы акцентируем внимание на тех моментах, которые, казалось бы, ну, обычные, да, то есть, ну, а что тут, да, у всех там есть уши, у всех есть глаза, ну, да, а у кого-то их нету, и кому-то с этим сложно, да, там интернет, а что сейчас там уже такое время интернета, ну, представляете, есть такие люди, у которых даже телефона нету, или даже они вообще, в принципе, не знают о существовании интернета, то есть, такое есть, и за каждое вот это, ну, за каждый момент, да, нужно просто быть благодарным, но для того, чтобы быть благодарным, нужно как бы подумать, да, поразмыслить над этим, и иншалла каждый найдет вот благодарность, за что поблагодарить, да, то есть уже это будет большое количество чего. Ибн Аббад сказал, повторяя то, что я узнал в течение части ночи, мне нравится больше, чем проводить ее поклонение, да, то есть, опять же, вот показывается предпочтение знаний поклонения, да, вот в понимании причастникам. Передает, что Исхак Ибн Мансур сказал, «Я передал Ахмаду Ибн Ханбалю слова Ибн Аббаса, повторяя то, что я узнал в течение части ночи, мне нравится больше, чем проводить ее в поклонении, и спросил, какое знание он имел в виду. Он ответил, это знание, приносящее пользу людям в вопросах их религии. Затем я спросил, в вопросах омовения, молитвы, поста, да, паломничества, развода и тому подобного? Он ответил, да, да, то есть, имелось в виду, вот знания религиозные, да, связанные с разными положениями, ну, в данном случае описывается как век, да. Аз-Зухри сказал, «Нет лучшего поклонения Аллаху, чем постижение его религии». То есть, на самом деле, да, здесь вот в этом изречении мы видим, что получение знаний — это тоже как бы поклонение, да, это тоже, то есть, нет лучшего поклонения, чем, да, то есть, это как бы тоже из поклонения, потому что это то, ну, к чему призывали, да, призывал пророк Мухаммад саллаху, профессионально призывали, как мы видим многие учёные. Передаёт от Ибн-Ухаб, передаёт, что Ибн-Ухаб сказал, «Однажды, когда я находился у Малика Ибн-Анаса, читая ему и учась у него, пришло время совершения полуденной или послеполуденной молитвы. Я собрал свои книги и встал, чтобы совершить молитву, а Малик спросил, «Что это ты делаешь?» Я ответил, «Собираюсь совершить молитву». Он сказал, «Поистине, это удивительно, ведь то, ради чего ты встал, не лучше того, чем ты был занят до этого, если твои намерения были правильными». То есть вот здесь тоже очень важно. Ну, помимо того, в принципе, что уже было сказано, что предпочтение знания поклонению, здесь мы видим, такой акцент был на намерение. Так что если действительно намерение было правильным, то, как говорится здесь, то, ради чего ты встал, мне лучше того, чем ты был занят. Мы понимаем, что здесь говорится о совершении полуденной или послеполуденной молитвы. То есть это как бы факт. И насколько важно совершение молитвы, и много есть об этом хадисов, и книг, да, можно говорить об этом много, и тем не менее, вот он сказал, что если намерение верно, если намерение правильно, то получение знаний, да, но это не говорит о том, что кто-то может неправильно понять и сказать, ну ладно, тогда молиться не надо, буду читать книги. Нет, то как бы, что время само, да, что он отложил. Ашафи сказал, приобретение знаний лучше, чем дополнительная молитва. Да, здесь говорится о дополнительной молитве. То есть когда человек приобретает знания, есть, например, каям-эл-лейль, да, там вот говорилось перед этим, то есть каям-эл-лейль, когда ночью выстаивать, совершать молитву, да, и это является, если, ну как дополнительной, да, то есть дополнительной. И приобретение знания лучше этого. Ну, конечно, ну, идеально, чтобы всё присутствовало, да, то есть и дополнительная молитва, и приобретение знаний, то есть какое-то чередование, а не только как бы акцент на одном. Потому что, конечно же, когда, ну, призывать, например, к тому, что в самих приобретении знаний, да, например, о молитве, что нужно делать там дополнительные молитвы и так далее, и при этом их, ну, не совершать, да, то здесь получается такая однобокость, призывание к тому, что сам человек не делает. Поэтому нужно как бы и совершать вот эти действия, к которым призываешь, или призывает, да, там, учёный, или знающий человек, и в то же время приобретать знания, узнавать больше. Суфьяна Сури сказал, «Наилучшее знание — это приобретение знаний, если намерение человека является правильным». Опять же, важность намерения, да, не забываем, и все вот, каждый из нас, да, давайте подумаем о том намерении, которое привело вас к тому, что вы приобретаете какие-то знания, или даже вот то намерение, с каким вы пришли послушать эту лецию, это было, случайно зашёл, посмотрю, что-то там, может, полезное узнаю, или потому что говорится об приобретении знаний, да, и вот о том достоинстве приобретения знаний. Или я приду, например, просто проходил мимо, ну, в принципе, проходил мимо, уже говорит о том, что уже Аллах Суфанатарля хочет блага дать человеку, если он приходит на какой-то маджелис, где говорят об обзнании, ну, о религии, в принципе, да, то есть это уже такой знак, который Аллах подводит, да, что вот посмотри, окунись к этому, и человек, он имеет возможность или пойти за этим знанием, или пойти там куда-то в другую сторону, да, то есть это уже выбор человека. Поэтому очень важно намерение здесь, да, то есть подумать, с каким намерением вы приступаете к изучению того или иной науки. намерение, например, там, ну, найти какой-то изъян, например, у какого-то учителя или что-то там, какой-то получить действительно достойное знание, достойное знание, да, или как бы важные какие-то знания, чтобы передать кому-то, или чтобы приблизиться вот к довольству Аллаха Супанатали, да, или это мирская какая-то причина, например, там, что я вот сейчас там это выучу и начну потом на этом, там, не знаю, зарабатывать деньги, или еще что-то. То есть каждый должен вот это намерение свое подумать о нем, да, то есть как бы обновить, если оно вдруг неправильно, да, то есть, ага, я вот у меня намерение, например, такое-такое, мне нужно, чтобы оно было более правильно. Поэтому вот намерение, в принципе, решающее, потому что награда может отличаться, да, только за намерение. Если внешне и тот человек, например, учится, и тот учится, и, возможно, даже кто-то учится, например, лучше другого, ну, его намерение было, например, не учиться не ради Аллаха Супанатали, а, например, чтобы сказали, что вот я такой умный, или похвалили, то он это получит в жизни, иншаллах, при этом не будет достигнута вот довольства Аллаха Супанатали. Можно то же самое действие делать, да, и получить, в принципе, те же самые бонусы, но плюс еще самый главный, самый главный бонус — это вот довольство Аллаха Супанатали, и к нему нужно стремиться. Абдулла ибн Вахаб, ученик Малике, сказал, «Я начал с поклонения, прежде приобретения знаний, и шайтан увлек меня вопросом об Иисе, сына Марием, как великий и всемогущий Аллах создал его, и подобному ему. Я жаловался одному шейку, и он воскликнул, «Ибн Вахаб». Я ответил, «Да», тогда он сказал, «Приобретай знания», и это послужило причиной того, что я занялся поиском знаний». Да, очень вот такой важный, насущный пример, когда люди не знают, начинают ударяться в поклонение, при этом такой «Осваса шайтан» начинает работать в голове, почему то, почему то, то есть начинают какие-то сомнения в голове появляться, что сбивает человека, избивает его иногда вообще вот с пути истинного, потому что у него нет базы, нет основы, да, то есть он, в принципе, который вот цветочек там расцвёл, и бывает вот какой-то цветок, у него маленький корень, да, и ветер сильный подул, он прям с корнем улетел. А когда человек, вот у него есть вот эта база, у него есть знания, он приобрёл знания, то есть даже если сильный ветер какие-то невзгоды или там «Осваса шайтана» хочет его сбить, да, то у него корень есть. Даже если какие-то листочки отлетят, цветочек может там улететь, у него этот корень даст ему опять без неля как бы расцвести, дать как бы новую жизнь, да, или не умереть. А часто бывает так, что человек вот ещё не имея там хороших или сильных знаний, ударяется в какие-то вот крайности. Это не говорит о том, что это плохо поклонение, да, но когда оно основано вот на таких вот, ну, на приобретении знаний, на знаниях, оно стаёт более крепкое, оно не шаткое, его трудно сбить с пути, да, то есть человек тогда он понимает причину, он понимает для чего или почему, что. То есть у него не просто поклить такое наследие идёт, да, а у человека получается полностью осознание, да, того, что получается осознание того, ну, причины, почему, для чего и поклоняется человек. Так, Умар ибн Абдул-Ази сказал, тот, кто совершает дела, не обладая знанием, приносит больше вреда, чем пользы. Да, ну вот так бывает, когда человек, он, ну, внешне, да, вот, или пытается сделать какое-то благо, да, но он не имеет знаний, и он может навредить больше, чем принести пользы. Поэтому такой человек первым делом должен получить какие-то основные знания, да, в своей религии, в Коране, в Акыде в первую очередь, да, то есть вот такие моменты, потому что человек может начинать на основе каких-то его искаженных первоначальных убеждений что-то объяснять, что противоречит в основе, в принципе, религии. Но если бы он сначала вот эти свои убеждения согласовал их правильно с Кораном, с Унной, да, уложил это, упорядочил бы, а не отрывочно там знаний какие-то хватал, и, ой, это правильно, это неправильно, бывает же так, что человек что-то кому-то, допустим, посоветует, а потом говорит, ой, я думал так, а оно по-другому. Это, кстати, вот такая проблема сейчас бывает, да. Часто меня кто-то, бывает, какие-то вопросы спрашивают, и я уточняю, бывает, да, ну, если имею возможность на что-то ответить, уточняю какие-то моменты, то есть сразу не отвечая, например, потому что, ну, хочется, не хочется вот таких ситуаций, да, когда человек что-то скажет без конкретных знаний, а потом человек действует уже, а ты бежишь в догонку и говоришь, ой, извини, я там ошибся, или вообще, ну, ладно, в следующий раз кто-то спросит, да, так бывает, что некоторые в следующий раз спросят, уже скажу по-другому. Нет, так нельзя, да, то есть у нас многие, ну, получают там, ну, какие-то минимальные знания, а самостоятельно какие-то хокмы выносят. Нет, то есть есть определенные, определенные условия, да, как выносятся те или иные там хокмы, и кто их вообще выносит, да, а не так каждый себе, что ему в голову пришло, и советует, и говорит. Поэтому это очень важно. Ну, вот такая вот небольшая здесь глава о предпочтении знаний поклонений, мы возьмем начало следующую. Это некоторые изречения с подвижников, да, будь доволен имя Аллах и последователей. Ну, опять же, да, на тему знаний. Аль-Хасан сказал, поистине приобретение знаний, или части знаний и применение его на практике лучше всего этого мира со всем, что в нем есть. Да, то есть здесь в этом изречении следует обратить внимание, да, помимо того, что было уже сказано, да, здесь такие как бы моменты повторения есть, что приобретение знаний и применение его на практике. Да, не просто приобретаем знания, чтобы, ну, как флешка, накопило знания и все. То есть, например, вы взяли какую-то там флешку, да, карту памяти, туда закачали Коран, туда закачали хадисы, изречение, там, книги какие-то, умные изречения ученых, там, и так далее. То есть эта флешка, она не стала ученым, она не стала, там, праведным мусульманином, да, она стала просто как бы, ну, флешка, носитель знаний каких-то, но она же не является вот как бы практикующим, да, и часто бывает так, что люди являются вот такими флешками, люди-флешки, так я бы их назвала, да, то есть, которые несут какой-то объем информации, но при этом они, ну, его никак не, ну, не практикуют эту информацию, да, они просто как вот как электронные книги или вот такие носители информации, а, ну, пользы особой в таком нету, да, такой как бы передачи каких-то знаний, но самое важное — это применение их на практике, потому что именно применение говорит о том, пропустили вы эти знания через себя, через свое, ну, как бы, понимание, осознали ли вы их, или вы просто вот так себе прошли, как бы взяли, как вот, например, ну, какой-то носитель, да, вот, как его сказать, грузчик, вот он товар принимает, раз взял, там, не знаю, мешок яблок и поставил его в другой, то есть он, по сути, он то эти яблоки нес, но он от них никакой пользы не получил, да, ну, кроме того, что вот перенес их. Так и люди, чтобы они не были вот такими грузчиками, переносчиками, ну, как бы, условно, вместо яблок возьмем знаний, да, то есть нужно эту пользу получать, ага, осознавать и давать другим, а не просто, что вот перенес, и ничего, никакой пользы от этого не будет. Он также сказал, для стремящегося узнать хадис ради лига Аллаха, это лучше всего того, над чем восходит солнце, да, опять же, тут мы видим намерение, не просто там, ой, я хочу узнать хадис, ради там того-то, того-то можно придумать, что хочет, а именно ради Аллаха Субханатана, да, то есть это основное, ну, основное, что является причиной вот продолжения этого извращения, это лучше всего того, над чем восходит солнце, то есть лучше всего на свете, как бы, да, если это сделано ради Аллаха Субханата Аля. Ибн Масауд сказал, как прекрасно собрание людей, где распространяется мудрость и просят Аллаха о милости. Суфьяна Сури сказал, я не знаю лучшего поклонения, чем давать людям знания, да, то есть это, опять же, говорит, вот здесь не, ну, в этом извращении именно о передаче знаний, да, то есть когда передаешь людям знания, иншалла все мы будем из таких. Передают, что об аяте, в котором говорится, и мы отдали одним пророкам предпочтение перед другими, Зайдабин Аслам сказал, это преимущество знаний, да, то есть как в описании или в тафсире этого аята, что преимущество, предпочтение пророков один перед другим именно преимущество знаний, то есть какой-то пророк имел больше знаний, ну, как в чем-то. И вот это настоящее преимущество, да, то есть преимущество знаний, а не преимущество в богатстве, преимущество в количестве, там, детей и, ну, в других каких-то мирских делах. Маймун ибн Мехран сказал, в каждом городе я ищу обладателей знаний, к которым я стремлюсь, если не нахожу таких людей сразу, ибо, да, что-то для своего сердца вообще не сознающим. Так, что-то тут. То есть, ну, здесь можно вот взять первую часть важную, да, то есть стремлюсь находить обладателей знаний. Очень важно, да, когда вот некоторые сёстры даже часто спрашивают, да, вот о моём там городе, где я могу получить знания. То есть это говорит о том, что это говорит о том, что человек, он стремится к знаниям, да, но для этого нужно усилие, усердие, да, то есть они, знания не приходят вот так, просто себе пришли, мимо проходили и в голову залезли. Нет. То есть для того, чтобы получить знания, нужно к ним стремиться, нужно искать их. Иногда это сложно, ну, и часто это сложно даже, иногда, потому что ты через себя как бы переступаешь, да, через свои желания, да, вот, например, ну, грубо говоря, вот сегодня я там приехала в три часа ночи домой только, пока вот там уставши с дороги. Думаю, ну, нужно вот урок всё равно провести, да, так как вот по плану и там пропустился. То есть всё равно ты какие-то препятствия или какие-то вот переступаешь через свои, может, вот там, физические желания или какие-то другие, да, вот у тебя какие-то… То есть тебе нужно, ага, там, передать знания или получить знания, там нужно что-то выучить. И очень важно, ну, вот этот коллектив, да, часто вот сёстры, кстати, спрашивают по поводу, а как лучше там учиться в группах или учиться индивидуально. Это всё, ну, как бы индивидуально тоже. Всё зависит от человека. Кто-то вот любит прям вот, чтобы с ним сосредоточено, и человек, он сам такой осознанно уже, как сказать, наступил тот момент, когда человек учится независимо от обстоятельств его окружающих. Ну, как правило, конечно, группа, вот сама вот эта атмосфера, она помогает. То есть кому сложно, он стремится смотреть на тех, кто лучше. И иногда это даже кажется лучше. То есть, например, каждая сестра в группе, да, там пять человек, допустим, и у этой там дети мешают ей, ну, как бы с лёгкостью учиться, так сказать. У кого-то там учёба ещё какая-то там, например, где-то ещё учится. У кого-то по здоровью бывают какие-то трудности, и приходится отлучаться или там лечиться, да, и так далее. То есть у каждого свои жизненные проблемы могут быть. Вот. Но когда они знают, у них одна цель, ага, выучить какую-то вот информацию, там, получить определённые знания. И уже вот эти вот проблемы, каждая, она на уроке же не рассказывает, а у меня там та или та проблема. Ну, как бы, в общем, все знают. Но все как бы стремятся, подтягиваются, вот друг другу помогают, да. Каждый смотрит, вот такие сложности есть, и вот старается. Одновременно эта сестра, на которую, возможно, равняется вот другая, она смотрит на ту и говорит, а вот у неё. Потому что каждый видит, ну, какие-то сложности, которые дал Аллах, да, уже смотрит на другого человека и смотрит, что, может, мне было бы вот это вот сложнее, да, пережить. А вот Аллах дал мне такую трудность в жизни. Поэтому, в принципе, вот с чего мы там начинали, нужно быть благодарным, да, за то, что, в принципе, есть такая возможность сейчас учиться, получать знания и стремиться. И вот каждый выбирает вот такое окружение своё, то, которое ему вот явно помогает, да, помогает в получении знаний. Кому-то это там более отдельное. Ну, в принципе, я советую обычно вот в группах учиться. Всё-таки это не даёт, как правило, расслабляться. Ну, конечно, бывает так, что осознанность теряется, но когда вот есть группа, да, каждый чуть-чуть хотя бы подтягивается за другим, тянется как бы неосознанно даже, да, хочется вот чтобы не отстать. И даже если какие-то сложности, эти сложности максимально пытаются, ну, как бы преодолеть. Когда же человек, он сам, он находит в себе тысячу оправданий. Сейчас у меня голова болит, сейчас я устал, сейчас я с дороги, сейчас у меня там, не знаю, горло болит, вот, например, как у меня, да, или там ещё что-то. То есть можно найти, да, вот я там не почитала, у меня болело горло. Или я не почитала, у меня там, ну, допустим, если мы говорим о Коране, у меня там дети. То есть, в принципе, есть такие моменты. И они всё равно встретятся такое сопротивление по учёбе. Но когда ты в группе, тебе это не даёт, вот ты как бы так отплыл к берегу чуть-чуть, придержался где-то, притормозил, а потом идёшь опять вот в реку этого учёбы, да. А если человек, он сам, он так как бы на бережок вышел, и всё, и уже как бы долго там задерживается, потому что не за кем стремиться. Поэтому я, я вот советую всё-таки в группах обычно сёстрам учиться, но индивидуально вот некоторым, кто хочет вот, у кого есть такой большой потенциал и хочет, допустим, темп побольше, то, конечно, бывает вот индивидуально получше. Дальше следующее вот изречение. «Мудрое слово твоего брата в исламе лучше тех денег, которые он тебе даст, ибо деньги заставляют тебя приступать к пределы дозволенного, а мудрое слово укажет тебе прямой путь». Да, тоже такое вот, маша-ла, хорошее изречение. То есть деньги, они, в принципе, как такая фитна, да, то есть могут быть причины, что человек, он придёт, переступит пределы. Не всегда, конечно, ну, как вариант, да. А мудрое слово, то есть это не просто какое-то слово, а здесь и говорится именно о мудром слове, да, то есть когда тебе какой-то даётся, там, совет или изречение, или хадис, или, да, то есть что полезное, что-то, что как бы тебя усиливает в твоих знаниях, в твоих религиях, в твоей вере, да, то это более важно. Аль-Хасан сказал, «Весь этот мир — тьма, кроме собраний знающих». Да, Субханаллах. Иншаллах мы будем вот из вот этого мира света, да, противоположного. То есть будем относиться к собраниям знающих, и всех, кто сейчас присутствует, и, в принципе, да, все вот кто на пути требования знаний. Маймун сказал, «Поистине учёный в своём городе подобен источнику чистой питьевой воды». Да, то есть мы понимаем, вот питьевая вода чистая, насколько она вот важна, да, то есть человек, он, в принципе, не может прожить, ну, там, и дня без воды чистой, да, и насколько вот ощутимо, когда это отсутствие такой воды. И учёный в своём городе такой же, да, то есть без него, в принципе, как бы загнивает, ну, в данном случае тут переносно, да, то есть, ну, по сути, вот если нет вот этих знаний, нету того, что оживляет город, да, то есть он, получается, как бы такой гниёт и постепенно умирает. Суфьян Ассури сказал, «Нет ничего лучше для снискателя милости великого и всемогущего Аллаха, чем поиски знаний. Никогда ещё знание не приобреталось лучшим образом, чем сегодня». Вот. Суфьян сказал одному арабу, «Горе вам, ищите знания, ибо поистине я боюсь, что знание уйдёт от вас и перейдёт к другим, а вы окажетесь униженным. Ищите знания, ведь это честь в этом мире и честь в мире вечном». То есть здесь вот важный момент. Раньше мы в предыдущей лекции уже говорили о том, что знания не возвеличивают, возвышают человека, да, то есть если человек, он был, ну, как бы, ничтожным в мирском понятии. И имея знания, эти знания его возвышают, да, и вот это поиски знаний, да, не дают человеку быть униженным. Поэтому ищите знания, как здесь говорится, да, это будет честь в этом мире и честь в мире вечном. То есть знания, они возвышают человека не только, как бы, ну, да, я получу там награду, и вот это будет в следующей жизни, да. Нет, и в этом мире тоже человек посредством знаний, он возвышается. Халид ибн Хаддаш сказал, «Провожая Анаса ибн Малика, я попросил его, «О, Абу Абдулла, дай мне совет». Он сказал, «Следует тебе бояться Аллаха тайно и явно, и сердечно относиться к каждому мусульманину и записывать то, что узнаешь от обладателей знаний». Да, то есть, опять же, такой совет, чтобы записывать, да, то есть как бы фиксировать те знания, которые получаете. Абу Абдулла сказал, «Аллах наделяет знаниям счастливых и лишает его злосчастных». То есть, маша Аллах, каждый, кто вступил на путь получения знаний, будь то это сестра, которая сейчас меня слушает или которая посещает другие какие-то полезные обучающие, да, вот уроки, они являются из счастливых, да, то есть это то, что даёт счастье вот человеку в этом мире, да, и приближает, в принципе, к счастью следующего мира, да, то есть если это сопряжено вот с правильным намерением и с другими какими-то обязательными пунктами, да, которые должны быть у мусульманов. Абу Дарда сказал, «Аллах наделяет знаниям счастливых и лишает его злосчастных». Кумаль ибн Зияд Нахай, тут по-арабски не написано плохо, и иногда, конечно, читают непонятные имена, передаёт, что Алида будет доволен им Аллах, сказал, «Знание лучше денег, потому что деньги охраняешь ты, а знание охраняет тебя». Такой прям, если такой образ, если подумать, то знания охраняют тебя, а деньги ты, то есть всегда думаешь, чтобы их там никто не украл, чтобы куда-то поставить, чтобы это сохранить. А знание охраняет тебя. То есть всё, у тебя есть знания, ты уже не думаешь, куда бы они, ты их как бы бережёшь, и они тебя как бы охраняют. Расходование уничтожает средства, а знание от этого увеличивается. То есть когда ты расходуешь, вроде как уменьшается, а знание увеличивается. То есть чем больше ты даёшь, тем больше… Вот такой момент, да, часто говорят, вот ты что, как там выучить. Говорю, ага, расскажи вот там пару человек вот в твоём окружении, расскажи эту информацию, которую ты получил кому-то, и оно у тебя закрепится лучше. Да, то есть человек вот сам начнёт понимать то, что до этого было сложно осознать. Знание управляет, а деньгами распоряжается. Хранители денег умирают, будучи живыми, а учёные остаются живыми до скончания времён. Сами они исчезают, но дела их остаются в сердцах. Да, то есть смотрите, да, вот сами учёные, вот есть множество примеров, да, вот даже которые сегодня мы упоминаем, имена. То есть, как правило, эти люди, они уже все, ну, умерли, да, то есть их уже нет. Но вот эти знания, которые они передали, да, они остаются живыми. То есть они как бы дают, ну, даже вот память о них, да, то есть мы вспоминаем, и уже люди, не существует их на данный момент, они как бы умерли, они не живут, но знания, которые они передали, есть. Исмаил ибн Джаафар бин Сулейман аль-Хашими сказал, «Я удивляюсь тому, кто не записывает то, что узнаёт, как душа может побуждать его к чему-то достойному». Да, то есть здесь подчёркивается вот именно о том, что записывать, те знания, которые получают для того, чтобы, ну, это тоже очень важно на самом деле, да, то есть вот именно как конспект вести. Иногда там, ну, я знаю, сёстры часто бывают, ну, типа, я это знаю, это лёгко, я там уже где-то проходила. Говоришь, ну, напишите конспект, и тут начинается вот то, что, то, что, а, такая вот пауза, да, мысленная, и человек, ну, я вроде знаю, но вот написать не могу конспект. Ну, ничего, старайтесь, пишите, то есть это как бы систематизирует ещё знания, да, потому что, когда мы в общем так вот знаем, у нас нету какой-то системы, когда вы кому-то, например, рассказываете, вот это чувствуется, что, ага, нету, ну, как бы, у человека, например, какое-то правило, ну, если на русском языке, да, допустим, учитель русского языка, он, в принципе, должен знать, как какая-то тема, как её рассказать, но говорящий просто на русском языке, он может не понимать эту тему, да, то есть, и иметь вот, пользоваться, да, не всегда говорит о том, что вы сможете это рассказать, когда вы это запишите, вот структурируете, это даёт возможность вам уже донести это знание кому-либо, да, то есть вы можете его как бы рассказать кому-то, тем более, если вы это самостоятельно, не просто конспект, который вы списали у кого-то, даже пускай он самый идеальный будет, ну, как, а вот именно вы сами послушали и написали, и вот это то, что на самом деле и в голове находится, да, насколько вы можете вот эту конспект составить. Мутамя Рюбин Сулейман сказал, «Отец написал мне в письме, когда я находился в Куфе, сынок, купи бумагу и записывай хадисы, ведь знание остаётся, а динары кончаются». Да, что вот, да, расходовать на пути получения знаний, записывать то, что необходимо, да, то есть он как бы говорит, что там не эконом на вот каких-то в данном случае там бумаги, да, там ручки, чтобы записывать, не полагаясь только на свою память, да, а записывать. Один из знающих сказал, «Достоинство знаний столь велико, что любому, кому приписывает обладание знания, знанием радуется этому, даже если не является его обладателем, в то время, как любой, кого знающим не считает и кому приписывает невежество, тяжело переносит подобное, считает его оскорбительным, даже если действительно является невежественным». Да, это вот если человеку сказать, «Ну, ты там невежда». Может, он на самом деле невежда, но ему это неприятно слышать, да, он, ну, как бы, ну, как я там сказать, то есть признать, что ты невежда, еще так всеобщее, это сложно, и это, а когда человеку там скажут, что ты вот там знаешь, и, возможно, он и не знает, но на самом деле он невежда, ему это, о, да, вот, может быть, вот, как бы, внушить ему даже желание стать вот этим знающим человеком, да, если он, возможно, не такой, как о нем подумали. Поэтому ему тоже интересное такое изречение. Один мудрец сказал, «Свидетельством достоинства ученых является то, что люди подчиняются им». Да, то есть, что следует за ними, да, следует за ученым. «Раньше говорили, знание является самым достойным родственником, а благопристойность и благородство указывает на самое высокое происхождение». Да, то есть, если человек, он благородный и обладает знанием, да, то есть, это даже часто, да, вот, многие этим, ну, как, не знаю, какое слово подобрать, как спекулируют, да, вот, или просто, ну, как вот гордятся так в хорошем понимании, да, например, говорят, вот у меня там, даже человек, который может быть, он, ну, как бы, невежда и даже грешник большой, ну, может, как бы с гордостью говорить, что у меня там, например, в роду, там, такой-то ученый, да, или у меня там, там, дядя, там, не знаю, такой-то, там, или тетя, там, еще что-то, то есть, вот это, несмотря на то, что человек, он сам может не быть обладателем это на знание, но знания, в принципе, почитаются, да, то есть, при возносе человека, и, как, возможно, с надеждой, вот, или с, делая дуа, человек, все-таки, повернется лицом к вот этому поиску знаний, да, и вернется к правильному пути. И вот такие вот ученые, которые в роду, например, да, или родственники, они все-таки вернут вот сбившихся овечек с пути, да, вот, да. Ну, на самом деле, я вот даже могу сказать, да, то есть, есть вот и в моей такой вот жизненной практике, когда люди, которые на самом деле, ну, так, ну, к знаниям, в принципе, не имеют какого-то отношения, но, вот, понимают важность, да, и могут, и уважают тебя вот за то, что ты обладаешь этим знанием, хотя сами они к нему вообще не имеют никакого отношения. То есть, вот, это действительно так. И есть надежда, что человек, как бы, увидев, да, со временем все-таки не просто будет уважать, так сказать, со стороны это знание, а все-таки приобщиться к нему, да, и будет тоже искателем этого знания. так. Один мудрец сказал, лучшим и наиболее достойным видом знания, ради которого можно соревноваться, является знание о том, как добиться большего в религии и стать более благородным. То есть, вот, какие-то секреты, да, например, или какие-то вот, такие особенности, как же узнать больше, как научиться больше, как познать знания, да, вот, в тех, в той атмосфере или в той жизненной ситуации, в которой находится человек, вот, помочь ему, да, это тоже очень важно. говорят ученые подобные воде, ибо они приносят пользу везде, где только оказывается, да, тоже про это было уже изречение выше, подобное, то есть, а вода, мы понимаем, насколько важна в жизни, и вот, если вода хорошая, да, она, как бы, оживляет все, если вода плохая, она может, как бы, влиять тоже, как яд на какие-то те же растения, и Абу Алясиотаддау Али сказал, цари правят людьми, а знающие правят царями, да, так, Базур Михра спросили, кто лучше, богачи ли ученые, он ответил, ученые, его слова, его снова спросили, так почему же ученые приходят к дверям богачей, он ответил, потому что ученые знают о достоинстве богатства, а богатые не ведают о достоинстве знания, говорят, знающие на земле, что звезды на небе, знающие, выдающиеся люди ислама, знающие, как светильник, кто проходит мимо, заинствует у него свет, если бы не знание, то люди были бы подобны животным, да, то есть по сути, да, вот у нас там было тоже какое-то подобное излечение, что это как свет, да, то есть человек, он хочет, не хочет, вот он это получит, вот видит, если у вас есть свет, он может вам мешать, вы к нему со временем привыкаете, да, то есть человек просыпается утром, там солнце, как-то неприятно на него сначала, потом это он видит, что, ну это же без него вот никак, то есть то, что вначале может вот прям глаза коробить, да, вот мешать, трудно как-то, потом это встает вот то, без чего прям ты не можешь, да, то есть вот все, это в тьме невозможно жить, так и будет знающий человек, да, то есть сначала он может как-то человека, который не раскрыт к получению знаний, он может как-то его немножко так напрягать, мешать ему, то есть потому что ему нужно переступить в какой-то вот свое сложности, да, то есть это нужно какой-то жизненный устой изменить для того, чтобы требовать знания, это по сути ну ты меняешь какой-то жизненный устой свой, потому что ты уже тратишь время не на бесполезные посиделки, а на приобретение знаний, на чтение, на узнание что-то нового и так далее. Говорят, приобретение знания, приобретайте знания, ведь оно становится причиной обращения к религии, знания есть напоминание людям, утешение в одиночестве, вдруг на чужбине, тема для бесед, источник богатства и средства удовлетворения потребностей, да, то есть вот на самом деле часто люди говорят, мне скучно, нечем не заняться, ну, это люди, кому, кто не знает, там, взять, почитать что-то, узнать что-то, то есть, по сути, скучно, ну, бывают какие-то признаки, да, что там скуки могут быть, но если человек, вот он приобретении знаний, это очень редко у него наступает, вот эта скука, когда ему не о чем там даже поговорить и так далее, да, то есть, друг на чужбине, как здесь говорится, да, на самом деле, вот даже я по себе могу сказать, что вот когда там переехала, да, ну, вот на самом деле это как вот, как такой вот друг, когда у тебя нету на самом деле никого в твоем окружении, там, друзей, и вот это знание, ну, это не то, что ты как бы вынужден, а он на самом деле встает тебе вот как бы такой друг, из которого ты не можешь просто вот и дня прожить, да, утешение в одиночестве, вообще, когда человек сам, ну, это как бы его радует, вот, поэтому это очень даже, ну, даже вот важно не просто так, что вот само достоинство, а просто для успокоения человека, то есть когда человек, он, ну, как бы знает, учит там, что-то, знания какие-то получает, он автоматически себя, как бы, это как такая безопасность его вот возможности побыть в одиночестве, да, то есть человеку иногда сложно, как я там не могу, нету там людей, или куда-то там, какая-то ситуация, где ему, ну, незнакомые, и он себя как-то уже заранее может настраивать, что ему будет сложно. Когда человек находится в поиске знаний, у него такая даже мысль не возникает, что ему может быть как-то некомфортно, сложно, потому что он может найти себе в любой ситуации какой-то бонус, да, это лишняя минута, чтобы что-то научиться, например, если он побудет где-то один, где ему никто не будет мешать, это как будто наоборот, вот плюс он может найти такой, а не минус. Источник богатства, средство удовлетворения, потребности, да, то есть человек, он такую потребность в познании свою удовлетворяет. Ибн Аль Мукафа сказал, «Приобретайте знания, ибо если вы относитесь к числу царей, то благодаря ему сможете выделиться, а если относитесь к простым людям, то с его помощью сможете существовать». Знаю, тоже как такое вот преимущество. Он также сказал, «Если тебя уважают за деньги и власть, то не радуйся этому, ведь уважение закончится, когда ты лишишься денег и власти». Радуйся, если тебя уважают за знания и приверженность к религии. То есть тоже очень, вот если задуматься только над этим одним из речений, насколько вот действительно важно, да, то есть человек, когда он властный, у него он богатый, в одну минуту он может потерять в своей власти деньги, да, там какой-то финансовый кризис, например, или еще что-то. То есть он думает, что он такой всесильный, на самом деле, потеряв это, он теряется. Человек же, обладающий знанием, да, то есть эти знания, по сути, он может потерять деньги, власть, но знания, они остаются при нем. И он может, ну, куда бы ни пошел, иметь эти знания с собой, как такой багаж, который легкий, и в то же время он тяжелый на весах у Аллаха Субханатали. Говорят, если человек соединит в себе три качества, понимание религии, надежность и благовоспитанность, то, несомненно, станет господином. То есть, смотрите, надежность как бы между людьми, да, понимание религии, благовоспитанность, то есть как адаб, что очень часто мешает некоторым в, ну, имеется в виду отсутствие адаба, мешает в получении знаний, да, потому что некоторые отталкивают других людей отсутствием адаба у себя. говорят, если человек соединит в себе три качества, то мы сказали, мудрец Лукмана, мудреца Лукмана спросили, кто лучший из людей, он ответил, верующий, обладатель знаний, у которого найдется благо, если обратиться к нему за этим, да, то есть верующий, во-первых, то есть человек, который верующий и который обладатель знаний, да, то есть после веры у нас идет обладание знаний, что тоже очень важно. Аль-Хаджайз спросил Халида ибн Сафвана, кто господин жителей Басры, он ответил, Аль-Хасан, Аль-Хаджайз спросил, как же это, ведь он вольно отпущенник, мы уже читали такое, да, он ответил, люди нуждались в нем, когда дело касалось их религии, а он не нуждался в том мирском, что у них было, и я не видел никого из знатных людей Басры, кто бы не хотел посетить его кружок, чтобы послушать, что он скажет и записать его знания. Тогда Аль-Хаджайз сказал, кляну с Аллахом это и есть господство. У нас, помните, было перед этим схожее тоже, когда Умар ибн Хаттаб там спросил, то есть там было схожее, тоже когда посредством знаний человек возвышается, то есть из обычного раба превращается в человека, который, ну, знающего человека, к которому приходит за, ну, как бы, не за мирским, а для того, чтобы получить вот знания, и с помощью этого он, по сути, возвышается и в этом мире, и в следующем мире. И последнее, что я хотела сегодня, вот прочитать отрывок из стихотворения в достоинстве, которое здесь и на этом мы и закончим. Знание, честь владельца украшения, его постигнув, ты идешь по верному пути. Не иссякаем знаний, клад и накопление, прекрасен этот друг, коль с ним в союзе ты. Ты можешь деньги собирать, потом без них остаться, и богача постигнет унижение, боль, а знанием ты будешь вечно наслаждаться, и нет боязни, что и уйдет оно. О, собиратель знаний, твой запас прекрасен, и не меняй его на золото и жемчуга. От знания дух твой жив и ясен, как оживает почва от прошедшего дождя, и свет оно несет в умы людские, как свет луны рассеивает мрак ночной, учись, поскольку мудрым не рожден на свет ты, и не сравнится знающий с невеждой и глупцом, и важный человек, не обладатель знаний, окажется ничтожным средь людей, в невежестве удел кончины ранний, ибо мертвы невежды прежде всех смертей, поистине покойник, кто не видит смысла в знании, он не восстанет вплоть до воскрешения дня. Вот такой вот отрывок есть тоже над чем задумываться, можно сказать, как подведение итогов того, что было сказано выше. И хотелось бы, чтобы все мы были вот тем дождем, про который оживляет почву, а не тем, который ее сушит, то есть какой-то там такой дождь. Баракаллаху, фикунна, иншаллах, был полезен для вас данный урок, и встретимся с вами без милля на следующей неделе. Субханак, Аллахумма, бихамдика, я шеду, ла и бахла, я отстахфиру, и отстахфиру, и ляк. Wassаламу алейкум, и рахматуллahi, и баракат. У алейкум, и саламу, и рахматуллahi, и баракат. Сязак, и лаху, и хайран. Алейкум.